Мне уже все говорили, что мое место в тюрьме, что я буду алкаш. То есть я работал в Шотландии, когда мне было там 15 или 16 лет. А я вот там украл сигареты из магазина. Вот это круто. Ты вот будешь на этой скамейке сидеть спустя 30 лет и бухать дальше. Ну это просто капец. Подошел ко мне и сказал, в этой картине ты отвечаешь за красоту. Потому что ты хочешь этого или нет, ты начинаешь сравнивать свою жизнь с другими. Чем меньше ты имеешь, тем ты свободнее, мне кажется. Так обижаться, как и в Западе, обижается, мне кажется, уже перебор. И я понял, что лето в Москве это вообще что-то другое. Такие чувства, которые я раньше никогда не испытал. Ты готов там умереть вот сейчас, если надо. Если ты родился в стороне первого мира, теперь я уже не самый главный человек в этой жизни. Что есть кто-то важнее. Например, тебе мама скажет, что тебе надо меняться, ты никогда не поменяешься. Ты должен сам захотеть. Это во-первых. А если ты очень хочешь, тогда тебе все получится. Ну просто надо понять, что то, что ты делаешь сегодня, очень сильно влияет на то, что будет завтра. Если ты сегодня выпиваешь, завтра тебе будет голова болеть. Вот и все. Ну если так примитивно сказать. То есть вот у меня был период, не знаю, лет пять вот этот сложный. И он повлиял на здоровье, он повлиял на все практически. Мне уже все говорили, что мое место в тюрьме, что я буду алкаш, и ничего с меня не получится. Если я бы не перестал, так и было. Ну вот я поменял, и все как-то радикально 180 градусов перевернулось. И поэтому мой совет был бы вот этим людям понять, что да, может сегодня это как-то приятно тебе, но это повлияет на твоего завтрашнего, на твоего будущего. Поэтому лучше менять сейчас, и поменяется будущее. И чем раньше менять будешь, тем лучше будущее будет. Потому что я потерял, не знаю, лет шесть-семь, наверное, на все это. И я очень жалею. Прям я вот сейчас понимаю, если я бы занялся спортом, читал книги, учился, и учил языки разные, мне кажется, мое положение сейчас еще круче было бы. Я вот жалею, я просто потерял эти года. Я не знаю, насколько сильно я повлиял на свое здоровье. И очень жалко реально. Поэтому мой совет, ну не делайте это. Будете жалеть по-любому. Вообще-то все случилось из-за того, что, ну я был очень тяжелый ребенок. У меня было очень много проблем. И мама просто не справлялась. И она понимала, что если я оставлюсь в Литве, я очень плохо закончу. Школа, да, музыкальная школа тоже, да, это понятно. Там все люди такие интеллигенты и так далее. Но тогда ты выходишь на улицу, и там твои друзья. И тогда ты им говоришь, ты знаешь, я вот сегодня нарисовал то и то, и они тебя говорят, ты придурок. Говорю, ну ладно, аж ты что сделал? А я вот там украл сигареты из магазина. Вот это круто. И ты понимаешь, блин, я вот где-то, ну вот я не то что-то делаю. И ты тогда хочешь показать им, что ты тоже достойный. И тоже начинаешь вот это все делать. И я всегда вот хочу как-то, не знаю, еще повысить это. Ну, то есть, если они там украли пачку сигарет из магазина, так я тогда украду там ящик пива, значит. Ну, то есть, как-то так. И поэтому это очень быстро превратилось на что-то криминальное и очень, не очень хорошее. И мама это все видела, и она понимала, что, ну, вытащить меня оттуда в Литве будет очень сложно. Потому что там, там везде у меня друзья были. В каждом районе я мог поехать и найти себе каких-то друзей, с которыми я напьюсь там, что-нибудь натворю там, с кем-то подерусь там и так далее. И как раз мой дядя уезжал в Норвегию. Норвегия очень богатая страна. Я слышал, что там можно заработать прям очень много денег. Я думал, хорошо, я поеду в Норвегию. Меня мама просто уговорила, говорит, езжай, тебе понравится, вот там деньги, все, и вся дела. Я думал, хорошо, я поеду в Норвегию, там заработать денег, вернусь, вообще куплю тачку какую-нибудь и продолжу свою интересную, веселую жизнь. И я решил остаться в Норвегии. Я там за те деньги, которые мама мне дала, я там пожил чуть-чуть, пытался найти работу, но ничего не получилось, потому что у них очень, как бы, законы не позволяют устраиваться. У меня было всего 15 лет. То есть, и они еще тогда не были в Евросоюзе, так как сейчас. И тогда мне мама по телефону сказала, что у меня есть двоюродный брат в Шотландии, езжай туда, прямо из Норвегии. Она перевела мне еще денег на билет. Я купил билет и сразу полетел в Шотландию, где меня двоюродный брат встретил, и я у него пожил неделю где-то. Потом нашел работу в Макдональде и все, получил первую зарплату и ушел. И начал жить отдельно вообще. И это был тоже такой очень странный период жизни, потому что я очень много выпивал там. Прям такие количества, что я сейчас бы не смог столько выпить, как я смог тогда, когда мне было 15 лет. Да, там очень же много и ребят из Латвии, и из Польши, и из той же Литвы. И я как-то быстро с ними подружился и, конечно, нашел, продолжил свою вот эту неправильную жизнь. И она там длилась 4 года, пока я, как я сам озвучиваю, я достиг дно прям вообще. И я, когда только приехал туда, я очень серьезно относился к работе, много работал. Но потом как-то эта работа все-таки перешла на второй план, и я начал очень сильно выпивать, иногда даже на работе выпивать. И все катилось вниз, и очень резко. И спустя 4 года я просто сказал маме, что как-то все очень плохо. Говорю, надо возвращаться, потому что меня вот выгнали из работы. Две недели назад меня выгнали еще с одной работы. То есть у меня уже нет сил идти еще раз, пытаться там устроиться где-то и продолжать это все. И мама, наверное, как-то почувствовала и сказала, что ну ладно, возвращайся. Я вернулся. Опять там первые пару месяцев были очень сложные, потому что я искал вот ту жизнь, которую я там оставил. Но все-таки я эту жизнь не нашел, потому что мои друзья, некоторые вообще упали вниз, кого посадили, кто умер. А другие, наоборот, поднялись, закончили учебы, работы там, и вообще не хочет ничего со мной иметь общего. Я как-то очень разочаровался, что это все происходит, и такой был какой-то переломный период. Но после этого я открыл, еще раз открыл для себя спорт, потому что я все-таки, когда был в Литве, я занимался боксом, я ходил в спортзал. Я вот тогда открыл в себя опять бокс, опять спортзал, и как-то поставил в себе цели. Я считаю, что это и спасло меня. Вот именно спорт меня спас от этого дна. И причем я, когда сказал громко, что я хочу менять свою жизнь своим друзьям, если можно их так назвать, они не поверили. Они просто знали меня очень хорошо, и они сказали, что тебе не получится. Ну, ты все равно будешь бухать постоянно, ты все равно будешь курить, и тебе ничего не получится. Ты вот будешь на этой скамейке сидеть спустя 30 лет и бухать дальше. И вот это как-то мне тоже повлияло, я хотел им доказать и себе доказать, что я все-таки могу. И я не ставил сразу там планы на 10 лет, но я просто, хорошо, вот я докажу тебе, что я месяц не буду ни пить, ни курить. Прошел месяц как-то, и уже даже не хотелось как-то. Как я сейчас прошел месяц такой чистый, такой хороший, как-то восстановился, хорошо себя чувствую. Неужели я сейчас начну опять это все? Нет, давай еще, давай сейчас полгода. Прошло полгода, тогда год, два, три. Тогда уже там появился актерское мастерство, я поступил в академию. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем, какие роли, они всегда какие-то новые. Никогда не бывает такого же съемочного дня. То есть я работал в Шотландии, когда мне было там 15 или 16 лет, в фабрике. Я упаковал коробки. Там просто идет конвейер, и ты просто вот эти коробки вот так должен по 4 сделать, вот так по 4. И потом там следующий этап, где их просто пакует в целлофан. И твоя работа вот просто идет, эти коробки, и ты должен их вот так по 4 делать. Весь день, 12 часов. И я просто понял, что это за работа. Ты понимаешь, что там, если там останешься, ты будешь так работать всю свою жизнь. Каждый день по 12 часов. Да, там хорошие деньги, скажем, но это просто капец. Поэтому, что мне понравилось в актерском, что всегда что-то новое. Всегда новый сценарий, новые люди, если это кино, например. Новые страны. Всегда что-то новое. Всегда неожиданное что-то. Мы снимались в «Движение вверх». Мы познакомились с Машковым. И как-то однажды Машков сидел, смотрел на меня. Это как-то странно, я даже неловко себя чувствовал. Подошел ко мне и сказал, в этой картине ты отвечаешь за красоту. Я так думаю, ну ладно, хорошо, это, наверное, комплимент. Я говорю, хорошо, постараюсь. Потом прошло несколько дней, я общался с другим актером там что-то. И слышу Машков общаться тоже с другим актером. И слышу такие слова. Ты в этой картине отвечаешь за красоту. Кому-то там, поворачиваюсь. И понимаю, что, мне кажется, он всем это сказал. Не только мне. Это было очень интересно. Не, ну вообще-то, Машков великий актер. Он мне больше всего нравится в России. Сколько раз я там, скажем, не получил ролей из-за того. И вообще мой типаж, кого мне играть. Например, литовцы вообще не знают, куда меня всунуть. Почему у меня карьера не особо складывается в Литве. Потому что они считают так, что я недостаточно брутальный, чтобы быть бандит. Ну такой вот. Потом недостаточно сладкий, чтобы быть там любовником. Ну то есть где-то я вот посередине непонятно где. И для них это очень сложно. Еще этот рост добавляет свое. И поэтому сложно. Ну в России, слава богу, там уже появляются какие-то проекты, где именно, ну вот например, опять если про это движение вверх, они искали высокого прибалта с акцентом. Который умеет играть в баскетбол и желательно профессиональный актер. То есть мне кажется, просто написано для меня это все было. И вот, слава богу, я оказался там, где надо. И были еще несколько ролей вот таких, где внешность прям совпала с идеей. Вот эти все соцсети, мне кажется, они даже делают меня несчастливым. Потому что ты хочешь этого или нет, ты начинаешь сравнивать свою жизнь с другими. И хотя ты сознаешь, что там все показано только самое лучшее, но все равно это иногда забывается. И ты смотришь и думаешь, блин, как это вот им всем так хорошо, а я тут сижу один. Но потом, если ты пообщаешься с этими людьми, если они откроются тебе, они скажут, что я вот тоже так сижу, как и ты. Ну, все-таки это какая-то иллюзия. Но Тупак Шакур, я не знаю, у него что-то есть. Что-то, что нет, ну, ни у кого вообще. Я понимаю, что я, наверное, на него чуть-чуть похож, внутренний мир этот. Что у него есть и какие-то вот, например, песня, как Changes. Там настолько, я бы сказал, доброты, но вот это все... Он вот всю эту грязь показывает, что так нельзя делать, что можно намного лучше это все делать. И тогда послушаешь песню Hit Em Up, и там совершенно по-другому. Он поет, как он-то будет мочить всех там и так далее. И ты понимаешь, что человек просто, не знаю, у него, наверное, жили там несколько людей внутри. Анекдот, не анекдот, я не знаю, про чернокожного человека, который лежит под пальмой и просто лежит под пальмой, ничего не делает, наслаждается жизнью. И к нему приходит белый бизнесмен и говорит, а что ты тут для жизни ничего не сделаешь? Вот пособирал бы эти кокосы, там продал, потом нанял людей, они бы продавали за тебя, потом ты там наладил этот капитал, купил бы эту землю и лежал бы вот в своей земле, прям это было бы все твое. А чернокожный говорит, а зачем мне это все? Я так вот могу лежать, мне хорошо, мне комфортно, мне кажется, это есть правда. А я имел в виду, что хочешь ты этого или нет, ты начинаешь покупать какие-то вещи, а вещи они тяжелые. И потом все равно приходится передвигаться и обязательно надо брать эти вещи. Вообще, чем меньше ты имеешь, тем ты свободнее, мне кажется. это касается не только там, скажем, там, не знаю, телефонные машины там и так далее, но и даже недвижимость. Ты не можешь просто бросить какой-то дом в какой-то стране, если ты богат. Надо платить налоги, там, надо там, тоже там, убирать его, особенно если это, там, какой-нибудь вокруг огород, ну, то есть, да, ты тогда отвечаешь за больше, больше всего. И тогда ты, если ты очень богат, ты начинаешь нанимать людей, чтобы они все это делали, уже не ты сам, а люди. И тогда ты начинаешь, начинается зависимость от этих людей. То есть, например, если там кто-то, не знаю, не пришел на работу, и там уже что-то так не функционирует, и ты, у тебя начинается вот проблема. Как ее решать? Надо либо другого человека, либо самому, либо, либо там еще что-то делать, либо вообще ничего не делать, но тогда эти проблемы еще повышаются. Ну, то есть, и вот это уже не свобода, это уже работа. Просто обычная картинка, что номер 6 или 9, непонятно. Просто двое стоит с разных сторон, а посередине 6, ну, одному это выглядит как 6, а другому это выглядит как 9. И они спорят, и они готовы чуть не подраться. Он говорит, это 6, а другой говорит, нет, это 9. Он говорит, нет, это 6. Так вот это, мне кажется, я больше имел в виду, что у каждого свое мнение. Если он думает, что это 6, пусть у него будет 6. Какая у тебя разница? Почему ты должен всем все доказывать всегда? Надо быть более толерантным. Ладно, если тебе 6, пожалуйста. У меня 9, но я не буду свое мнение, как бы, говорить тебе, если ты это не принимаешь. Но если честно, сейчас уже немножко другая сторона, особенно в Западе, вот эта политкорректность. Теперь уже я чувствую, что даже вообще ничего не можно сказать, особенно в Западе, потому что кто-то может обидеться. И мне кажется, так мы теряем чувство юмора, чувство вот этого сарказма. Ну, хорошо, не все его любят, но так обижаться, как в Западе обижается, мне кажется, уже перебор тоже. Раньше же какая шутка была, что бежит курица от петуха и думает, не быстро ли я бегу. Ну, то есть, как-то так. То есть, ну, я считаю, что в этой ситуации женщина, женщина должна давать более четкие сигналы мужчине. То есть, если она не против там какого-то знакомства там и так далее, тогда она должна это как-то либо показать, либо даже сказать. Тогда мужчина знает, что сделать. Либо, либо наоборот, если ее вообще не интересует, она должна очень четко сказать, что нет, не интересует, отвали, чтобы мужчина не подумал, что, а, она просто хочет, чтобы я больше старался еще. Ну, как-то так. Это очень много зависит от женщин. Вы знаете, я когда первый раз приехал, мне очень не понравился. Я вообще в шоке был. Культурном, наверное, и не только. Но потом я уехал, поехал в Запад, потом опять приехал, снялся в движение вверх, потом опять уехал. И как-то сейчас я уже понимаю, что появляется какая-то ностальгия. И больше нравится намного, чем, чем, чем в прошлом. И я понял, что лето в Москве это вообще что-то другое. Вот не не зря это песня. Московские вечера. Вот как-то так. Очень приятно сейчас. Вот я сейчас был сколько здесь? Четыре дня. И совсем другими глазами заметил этот город. Во-первых, что я заметил, особенно после такого города, как Москва, ты приземляешься, выходишь из самолета, и если еще там автобус тебя везет, не этот, не трап, тогда ты понимаешь, насколько чистый воздух. Прямо голова кружится, сколько там кислорода. Ну, просто Вильнюс, вокруг лес, и внутри тоже очень много деревьев, зелени, поэтому вот воздух прям нереальный. А потом другая культура, все очень спокойно, теперь уже очень безопасно. к сожалению, подорожало сильно за последние несколько лет, стало уже как в Западной Европе, но мне кажется, для москвичей это не проблема. Все равно дешевле, чем в Москве. Мой папа, у него единственное очень хорошее качество, которое мне нравится, он просто фанат книг, он очень любит читать, он вообще не может без книг, и я не знаю номер, сколько он там прочитал этих книг, но мне мама рассказывала, что у нас была возле дома небольшая библиотека, и он туда постоянно ходил, и какой-то был момент, что уже не было книг, которых он не прочитал. Поэтому мне кажется, это очень хорошее качество, к сожалению, у меня столько нет терпения, но опять я читаю каждый день по полчаса на английском вслух. Сейчас читаю Чехова. Это очень интересно читать русскую классику на английском языке. Меня не позвали на роды, я очень обиделся из-за этого. Я как раз был в Москве, роды происходили в Москве, и я очень хотел участвовать. Поскольку у нас был конфликт с бывшей девушкой, она не позвала меня на роды. Я очень обиделся, я думал, ну и все. Я настолько обиделся, что я не хочу видеть никого, ни дочь, ни ее. Но потом на следующий день все-таки я позвонила и сказала, забирай нас из больницы. Я ехал, помню, я ехал и думал, ну и ладно, я вот буду злой, я с бывшей подругой вообще не буду общаться, ну вот на дочь посмотрю, но так я буду держать себя вот таким злым. Я помню, я приехал, увидел свою бывшую, видно, что она там уставшая, и так далее, но я как-то с ней очень холодно, очень серьезно, типа, ну там, как дела там. И тогда сестра принесла дочь. И она была вот такая вся красненькая, вот такая маленькая, маленькая. Я помню, я как-то увидел ее, и вот все, все вот эти негативные чувства, они прям исчезли сразу, их как будто не было. Столько как-то в любви, не знаю, заполнилось где-то вот здесь. Я настолько реально почувствовал себя счастливым в этот момент, что я сразу простил бывшей своей, сразу никаких обид больше не чувствовал. Дочь вообще прям взял, ну не знаю, какие-то совсем такие чувства, которые я раньше никогда не испытал. Я даже узнал, что у меня есть вот некоторые чувства, которые я думал, что даже не существует. И просто тогда я уже понял, что теперь я уже не самый главный человек в этой жизни, что есть кто-то важнее меня. Ну то есть ты готов не знаю, ты готов там умереть вот сейчас, если надо. А раньше такого не было. Раньше я был для себя самым главным, и главное, что мне было хорошо. Вот мне кажется, это самые-самые вот такие главные изменения, которые случились после рождения дочери. Да, я бы сказал ему, вот, пожалуйста, тебе мир, постарайся оставить его в лучшем состоянии, чем нашел. Очень много неправды, несправедливости в жизни. Ну вот, скажем так, хорошо, я верю, что ты сам можешь добиться любого, да, скажем, особенно, если ты родился в стране первого мира, то есть, у тебя есть все возможности. Если ты не тупой, если ты не лентяй, ты реально можешь добиться очень много чего. Но тогда объясни мне вот эту неправду, почему есть такие страны, где дети вообще не виноваты ни в чем. Рождается, там, и голодает, умирает. Почему болезни все эти такие, для детей особенно, вот которые, ну вот, это закон притяжения, да, ты типа сам себе притягиваешь. А дети, так они пока про это всего не думают. Значит, их родители, им притянули своим детям вот это все, но это тоже бред какой-то. То есть, какой родитель может там плохо думать о будущем своего ребенка, но это ужас какой-то. Поэтому Бог должен объяснить, почему вот это все происходит, вот эта все несправедливость, почему один богат путем, скажем, нелегальным, быстрым, а другой пахает всю жизнь и ничего не имеет. Вот почему это так происходит. Так нельзя. Вот скажем так, да, вот просто подумать, я не говорю, что я верю в эту теорию, но просто вот если так подумать, да. Теперь у нас принято есть, вот, сочин нам прикинул, что смерть это вот что-то темного, что-то печального, что-то надо плакать, да, вот после смерти куда-то уходит, там, может быть, там, очень плохо или, наоборот, очень хорошо, никто не знает, там, ну, это вся религия, там, и так далее. А я как-то однажды подумал, а мы же никто не знает, что там дальше, вообще никто, никто не вернулся, там были какие-то, там, клинические, там, комы, там, и так далее, люди возвращались, там, про какой-то свет говорили, но, но, никто не умер, там, на день, и потом не вернулся, такого еще не было, да, поэтому никто не знает, как там дальше. Я так однажды подумал, а если там очень хорошо, прям, вообще нереально, прям, так хорошо, что вот эта жизнь, в которой мы, каждый из нас живем, это прям ад, это прям, вообще ужас какой-то, и мы пытаемся, вот, выжить, дышать, как, возможно, дольше, а мы не знаем, что там настолько круче, что мы как сразу уйдем, мы сразу скажем, блин, зачем вот я 80 лет испытывал вот это все, ужас вот этот, почему я раньше не ушел, но никто же не знает, как там на самом деле, поэтому, я говорю, главное выбрать эти вот теории, эти религии, которые тебе помогают жизни, жить, от которых становится легче, и все, а какая там правда на самом деле, никто не знает, и мы, наверное, узнаем позже, а может и даже не узнаем, потому что не знаем, что там. Надо всегда стараться, особенно в таком возрасте, конструктивно провести день, что-то выучить, потренироваться, с кем-то познакомиться, пообщаться, потому что это влияет на завтрашний. А если ты просто съел булочку, выпил бутылку водки, там, и пошел спать, завтра тебе еще хуже будет, чем сегодня, а потом, если завтра ты это повторишь, послезавтра еще хуже будет, это какой заколдованный круг, который катится все глубже и глубже, и так же, если ты это делаешь конструктивно, если ты сегодня, не знаю, потренировался, познакомился с кем-то, прочитал книгу, узнал что-то новое, и завтра опять это все сделал, ты уже будешь в лучшей форме, ты лучше себя будешь чувствовать, и у тебя совсем другие возможности откроются. так вот, это, мне кажется, главный урок. Понимаю, что иногда надо расслабиться, ты не робот, но все-таки думать о будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok